Друзья, только 18 марта можно будет увидеть невероятное шоу-турнир «Русский вызов». И сегодня у нас в гостях его участники. Чемпионка Европы и России по фигурному катанию, олимпийская чемпионка Камила Валиева и двукратные серебряные призёры Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Доброе утро! Доброе утро! Составчик золотой. Привет, ребята, доброе утро! Как настрой? Вы готовы к русскому вызову? Да. Да что это будет? Вот, например, Саша Жулин сказал, что это больше про дружбу, про обаяние, а не прям про соревнования, про прыжки. Ну да, в большей степени это меньше соревнований, больше вот мы показываем новые программы, где ещё не показывали, и поэтому и там у нас будут разные спецэффекты, и кто что придумает. Вы впервые в истории, сразу несколько поколений встречаются на льду. Вот какие у вас в связи с этим ощущения? Волнительно ли это дополнительно или нет? Я не думаю, что это дополнительно у нас какое-то вызывает волнение, но для нас это очень интересно, и действительно посоревноваться и с другими поколениями, и состав чемпионский, все достойные, все хорошие фигуристы, поэтому будет непросто. Камил, для чего, например, без чего номер, не номер для вас? Есть какие-то уже свои фишки? Без хореографии, не знаю. Ну, наверное, без хореографии, без артистизма, без какого-то проживания номера, наверное. Без этого уже никто не смотрит. Друзья, а у вас вот есть какой-то такой элемент, без которого вы не представляете свой номер на льду? Или какая-то своя фишечка может быть? То, что обязательно должно быть? Подкрутка. Или такого нет? Ну, как представители парного катания, это обязательно должна быть поддержки и подкрутка. Хорошо. Что еще? Может быть, какие-то костюмы будут необычные, например, для вас? Вы взяли и сказали, так, все, делаем ставку на костюм. Мы делаем ставку на костюм. Тем более будут совершенно новые набирания. Ну, вчера, например, Женя Медведева была у нас, она сказала, вы знаете, я вот просто спросила там у интернета, да, хочу вот этой музыке вот такой вот костюм, вот как-то я смогла ему объяснить этому искусственному интеллекту. Он взял мне и выдал, и навел меня на правильную мысль. Вдруг у вас было что-то подобное? Нет, мы обсуждали костюмы вместе с партникой, с Тарь Георгиной. Она как раз-таки там свои детали вставляла, которые она хочет увидеть. И мы знаем, что в турнире для всех участников есть такая задача, у вас нет никаких ограничений, вы можете делать совершенно все, что хотите. А вот интересно, это дополнительно как бы сложные условия или наоборот упрощает вашу задачу? Я скажу, что это развязывает больше руки в плане постановки. И больше времени остается на ту же хореографию, на какие-то, на создание образа цельного. Поэтому нам это, наоборот, помогает. Вы не волнуетесь? Нет. Ну, немного. Рано еще. Рано еще. Ну, учитывая, что такое количество разных участников, и если, поправьте меня, если ошибусь, 10 олимпийских чемпионов, 9 чемпионов Европы. Да. Какая у тебя, Ром. Все, запомнил все цифры. Очень много участников именитых, чемпионы мира участвуют. Да. И мне кажется, это дополнительно такой момент переживательный. Так ребята сами, Ром, чемпионы. Вот кто для вас основной конкурент? Вы считаете кого-то самым главным конкурентом? Я думаю, что не то, что конкурент. Есть люди, за которыми хочется посмотреть старшие. Например, за Евгения Медведева, за многими фигуристами Алины Загитовой, которые какие-то фишечки хочется посмотреть, которые они делают. И просто, наверное, за ними стремиться еще больше. А именно так, что прям конкурент, только я сама. Это все держится в строжайшем секрете? Или вы уже успели посмотреть, кто там что приготовил? Только внутри нашей группы. Да. Только внутри нашей группы. А, то есть что будут делать остальные, вы не знаете? Ну хотя бы чуть-чуть приоткроете интригу. Ну что будет в вашем номере? Послезавтра уже все увидят, а мы можем услышать уже сегодня. Это будет сюрприз для всех. Да, и до конца сохранять интригу. Кто будет за вас болеть? Есть прям какая-то особенная ответственность перед кем-то? Ну, конечно. У меня будет мама, собака. Родители обязательно придут на трибуну, и это всегда вызывает дополнительную ответственность. А вы за кого будете болеть? Потому что участников-то много. Да, есть какие-то, может быть, свои фавориты, любимые? За всех. За всех, за нашу группу, да. Да, в основном за нашу группу, за все. Вдруг вам кто-то нравится из другой группы. А кто в вашей группе? Расскажите. Максим Траньков с Татьяной Волосожар, Соня Катьева, Алин Загитова, я. Аня Щербакова. Аня Щербакова. У нас довольно много людей. Мы опытом берем. Да, вот эта группа. Друзья, ну мы вам желаем успеха. Мы обязательно будем следить за выступлениями, просто ждем этот день. И в эту субботу, в эту субботу прямой эфир. Не пропустите турнир «Русский вызов». Можно будет посмотреть на Первом канале. Спасибо вам за встречу. А сейчас реклама на Первом канале. Мы скоро вернемся. Продолжение следует.